Так, добрый день уважаемые трейдеры, с вами я Николай Еремеев и предлагаю вам взамен эту неделю прошедшую, неделю будущую с точки зрения зоны обсудных контрактов, маржинальных требований, зоны процентных ставок, в общем всего того, основного фундаментального тронентария, который по нашему мнению оказывает первоочередное влияние на движение валютных пар. Но прежде всего хочется поздравить всех наших мелых дам с прошедшим 8 марта, пожелать им здоровья и исполнения всех желаний в текущем году. Ну а что касается торгов, то сегодня мы начинаем обзор не с понедельника, а со среды, потому что были праздники, честно сказать, по-моему не торговал, потому что праздники надо проводить с семьей. Ну, в прошедшей неделе что мы с вами можем увидеть интересного? Во-первых, неделя была предэкспирационная, это значит, что многое могло измениться и были хорошие крупные движения, вот в принципе они у нас все видать. Вот, но самым интересным у нас здесь было что? Во-первых, у нас был хороший отбой от зоны реакции, есть сложный пробой зоны реакции, если присмотреться особо внимательно, тут можно даже отглядеть вот такую голову и плечи, вот и на пробой линии шеи, вот можно было входить в продажу. Вот, продажа состоялась, пробили, зону реакции, мы всегда ходим как, от одной зоны реакции до следующей зоны реакции, вот, ну, равно как и здесь, то есть одну зону реакции толкнулись, теки должны были стоять, частично, хотя бы закрытся на следующей зоне реакции. Случилось, пробили зону реакции Затестили, ушли дальше вниз В район недельной контрольной зоны И соответственно следующей зоны реакции Но тут дальше было все совсем просто Было нарисован паттерн голова и плечи Который совпал С зоной реакции 1 Совпал с недельной контрольной зоной 2 Вот это уже было однозначным сигналом На то, что следует искать покупки По паре евро-доллар Потому что тут в принципе вообще без вариантов было И вместе с тем пробитие Зоны процентной ставки Пробитие линии шеи Все это нам отразило необходимость входа в покупку по паре Мы вошли в покупку по паре Пробиваем 1, 2 НКЗ Видим, что происходит закрепление Торгуем дальше в покупку Добегаем До 1, 2 НКЗ Видим, что есть реакция Отскакиваем, но зона реакции держит Продажи дальше, закрытия нет Что видим дальше Пробиваем 1, 2 НКЗ Добиваем до следующей зоны реакции Отлично добежали, отскочили Тут можно было зашортить немножко Потому что будет хорошие хвосты И к следующей зоне реакции Тут видим пин-бат на зоне реакции Все четкий ход И опять дальше до следующей зоны реакции Опять купили Добежали до следующей зоны реакции И тут увидим большой паттерн Медвежьего поглощения Такой паттерн Это значит свидетельство о продаже Потому что он справился на зоне реакции И мы с вами отсюда продаем Пошли в продажу Вот сейчас текущие продажи Они идут Что мы с вами можем дальше здесь увидеть С одной стороны мы с вами Отбились от зоны реакции Вот и пошли вниз Но сейчас мы находимся на уровне Мечный баланс текущего месяца Раз Мы находимся на вероятном тесте 1, 2 НКЗ 2 А это значит, что Большую долю вероятности Мы с вами спустимся вниз Вот сюда К этой зоне реакции От нее отскочим Вот И вот так вот дальше пойдем Наверное вверх Потому что цель Недельная контрольная зона Пока не взята Вот А она должна быть взята Это значит, что Пару евро-доллар Предлагаю вам рассматривать Покупку от коррекции Вероятность зоны Окончания коррекции Это зона реакции Вот этот объем Следующая пара фунтов По фунту у нас В общем ситуация следующая У нас также были Линии покупки Нарисовались Они рисовались в виде Глобальной такой Головы И шеи Я об этом писал В своих обзорах Пробить линии шеи Однозначно указывал На покупку Пробить А тут еще был у нас И тест Этой линии Вот То есть Тут вот в этом Случай В любом случае Покупать Вот Первую фиксацию Можно производить На недельной контрольной зоне И уровне баланса Текущего месяца Но дальше Надо просто наблюдать И рассуждать Мы видим, что Пробит уровень баланса Текущего месяца Видим, что пробита Недельная контрольная зона Видим, что От недельной контрольной зоны Цену откупает вверх Хвосты Видите, хорошие Нижний пускает Минимум более высокий Сформировался Максимум более высокий Растут Все это говорит о том Что перспектива роста Не сохраняется Пока по данной паре По текущей ситуации У нас идет коррекция Я думаю, что эта коррекция Будет у нас Окончена Либо на уровне баланса Либо несколько чуть ниже него А после Надо смотреть за расторговку Если мы опять Отскакиваем от уровня баланса Тестим его границу И уходим вверх Значит ищем покупки Если пробиваем уровень баланса Тестим его нижнюю границу Значит ищем продары Вот так По фунту По австралийцу Ну по австралийцу У нас сложилась Следующая пара Находилась в хорошем Насходящем тренде Тут его можно было Идентифицировать В виде двойного Такого дна Двойное дно Есть у нас сами Вот это раз Во-вторых Тут можно было нам С вами видеть Тоже паттерн такой Когда такое двойное дно Рисуется Точка входа Она находится вот здесь То есть от этой Величины Мы с вами проводим Такую зону Когда эта зона Пробивается и тестим Здесь надо входить И вот здесь В общем-то был Как раз вход Видите Кольнули вниз Затестили в этот уровень Пробить И побежали дальше вверх Вот Но дальше опять Наблюдаем Рассуждаем И двигаемся От зоны к зоне Пробили Побежали дальше Пробили зону реакции Побежали дальше Забежали до недели Контрольной зоны Пробили Затестили Вот все Идем дальше вверх Вот идем дальше вверх Идем, 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 идем. Пошла коррекция. Смотрим глубину коррекции. Вот она идет. 1,4 ее не сдержала. Значит, идем к 1,2. Большую долю вероятности мы увидим сегодня вот такое движение. Немного вниз. В район 1,2. Тут НКЗ. А тут смотрим за расторговкой. Как это будет расторговано у нас. Либо так с тестом, либо так с тестом. Канадец. Канадец у нас, наоборот, в нисходящем тренде находился. Ну и тут все тоже было очень четко. Пробой и тест. Недельный контрольной зоны. Пробой и тест. Зона реакции. Пробой и тест. Опять недельный контрольной зоны и зона реакции. Все это отражало нам приоритет глобального нисходящего движения. Оно, в общем-то, обрисовывалось. Дальше мы с вами видим. Опять традиционный паттерн головы и плечи. Вот он со временем нарисовался. Нигде-то нарисовался, но нарисовался на зоне реакции. Что четко дает нам понять, что перспективы роста сейчас более вероятны. Вот паттерн начал отрабатывать. У нас отработка его есть. Это значит, что покупки сейчас будут более приоритетными. Вот поэтому предлагаем искать какую-то такую формацию. В рост. То есть в Канаде я предлагаю покупать от коррекции. И иену. Иена, иена. Вот, поедем. Тут все большое-большое флетовое движение. Вот у нас с вами было. Ну, флэты движения всегда ходят между зонами. Вот и тут мы могли с вами видеть пробой. То есть от теста, вот здесь я писал, кто об узором и смотрит. Одно-второе НКЗ. Отсюда можно было покупать. Купили, пробежали дальше и вверх. Добежали до зоны реакции. От зоны реакции видим отскок. Вот продаем. До следующей зоны реакции. Вот она, следующая зона реакции. Видим, что ниже не пускают. Можно купить. Покупаем. Видим, что это оказывается тест одной четвертой НКЗ. Отскакиваем от нее. Продаем дальше вниз. Опять зона реакции. Видимо, опять откупает. Может быть еще раз купить. И еще раз купить. Но опять видим, что выше одной четвертой НКЗ не пускают. Значит, тут все продажи, покупки кроем. Вот. И дальше цена полномерно снижается с вами вниз. Пробивает зону реакции. Тестит ее. И уходит дальше до недельной контрольной зоны. Вот. Какие дальнейшие перспективы движения? Нет, у нас есть за расторговку вот этой зоны недели контрольной. То есть, либо это будет у нас что-то вот такое вот. Либо это будет что-то вот такое вот. Поэтому ничего думать не будем. Будем следить за расторговкой этой иены. Поэтому пока ничего предметно сказать не могу. Как цена будет ходить? Надо следить за расторговкой недели контрольной зоны. Ну и что, хотелось бы еще раз остановиться на зонах реакции. Потому что люди спрашивают, как же их строить? Как их эффективно использовать? Вот. Ну, еще раз повторюсь, что зона реакции. которые, как я себе их представляю, как я их себе строю, они основаны на процентной ставке по валютной паре. Вот мы знаем, что процентная ставка по валютной паре, допустим, евро-доллар, она составляет у нас 0,55. То есть это и по евро, и по доллару. Суммируем их, получаем 0,55. Как строим зону реакции? Берем с вами обычную FIBA-сетку. FIBA-сетку взяли и ставим там отметки. 0, то, а дальше пошли по процентной ставке 0,55. От 0,55 мы ставим 2 пункта вниз, 2 пункта вверх. 0,53, 0,57. Дальше суммируем 0,55 плюс 0,55 это 0,11. От 0,11 ниже взяли, тут 1,08, можно 1,09 поставить. Вот и тут 1,12. То есть 0,10 и 0,02 сюда, и 0,02 сюда. То есть 0,8 и 1,12 получается. Вот так, таким образом оставили. Дальше что делаем? Дальше берем high-low прошлой недели, хорошо видно 4-часового графика. И растягиваем. Если у нас закрытие недели произошло ниже ее открытия, то мы тянемся вверху вниз. То есть берем вверх и тянем вниз. Если у нас, как на прошлой неделе было, открытие ниже закрытие, значит мы тянем наоборот. То есть ибо сетку на текущую неделю по евро-доллару будет выглядеть таким образом. Мы берем low-low тянем 0 на low-неделя, то тянем на максимум недели. Если бы у нас, допустим, было как в предыдущей неделе, то есть закрытие ниже открытия, мы бы тянули бы наоборот. Мы брали бы от максимума и от максимума тянули бы к минимуму. Вот таким образом у нас получилось бы. Вот. Да, вот так вот получилось бы. Вот если же у нас наоборот, как вот на текущей неделе, то есть закрытие выше открытия, мы сами тянем таким образом. То есть тянем здесь вот. 0 ставим на low, а то на high. Вот дальше приходим на часы и видим, что мы сами можем увидеть на текущей пае. Вот зона реакции на эту текущую неделю. Вот их будем сами использовать в торговле. Вот. Ну на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем побольше прибыль на хайз.